Талант, усердие и желание победить. Вот, пожалуй, все, что необходимо настоящему спортсмену. Все эти качества есть у Даниила Сидорова, чемпиона России по паротеквандо этого года. На этой неделе он и его тренер Артур Кан, чемпион мира 2009-го, вернулись с соревнований в Ульяновске. Паротеквандо – вид боевого искусства для спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, травмой или отсутствием рук. Судейство ничем не отличается, усилий участники вкладывают не меньше. Единственная разница в правилах поединка. В паротеквандо специфика другая. Там запрещены удары в голову, только работа в корпус, в жилет. Вот этим моментом мы занимались уже целенаправленно. Трудный момент такой, когда он одерживал победы именно моментами через удары в голову. Здесь, конечно, было сложно его настроить на то, чтобы, не дай бог, у него этот удар какой-нибудь не выскочил, не попал ему в голову. И он четко удержался без всяких попыток, без всяких погрешностей. Попасть на парачемпионат России можно было без каких-либо отборочных. В нашем регионе такой спортсмен один – Даниил. Эти соревнования для 17-летнего юноши первые крупные. Хотя до этого он уже участвовал в состязаниях по тэквондо, то есть без ограничений, и занимал призовые места. В поединках чемпионата страны Даниил вел себя уверенно и сдержанно. С тем и победил. В финальный поединок я вышел на брозного призера, военно-серебряного призера. Мне ничего не, ну как сказать, труда не составляло. Соперник был ниже меня практически на голову. Выиграл очень достойно, хорошо, без нервов. Заниматься спортом Даниил начал 8 лет назад. Теперь тэквондо – неотъемлемая часть его жизни. Тренировки каждый день, соревнования и сборы. Следующая веха в карьере – чемпионат Европы. Он пройдет в Ульяновске в мае 2017-го. Россияне в чемпионатах по паре тэквондо последние несколько лет занимают первые места. У Даниила тоже все шансы. Нет, конечно, остановиться нельзя. Нужно идти в скорую Олимпиаду в 2020 году. Хотелось бы попасть туда. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.